Так, ну Игорь сам поскромничал немножко, я являюсь грандмастером школы Луки-Дурю, чем она интересна, и сегодня покажу вам техники именно этой школы. Но опять же хочется сказать, что замечательные мистера, которые выступали передо мной, уже показали все прекраснейшие способы избить и нейтрализовать противника, поэтому мне в этом плане новинок вам, наверное, не показать. Но чем интересна школа Луки-Дурю? Мы практикуем и сопоставляем философии и практики, и техники таких направлений, как карате, в частности, ва-до, карате школы Луки-До, кю-до, стрельба из лука, кен-до, работа с мечом, чайная церемония, на которой, собственно, после нашей встречи вас я приглашаю в начальную церемонию. Цигун, особый интерес представляет собой цигун, в частности, сегодня покажу для ног, работу для ног, именно из жесткого цигуна школы Луки-Дурю. Немножечко из бадуань цигуна начнем, значит, чуть-чуть расскажу. Ци, понятно, в переводе воздух, но ци мы понимаем еще как энергия, как иначе энергия, которая везде. Лао Цзи писал, дао дэ цзин, вот это мистическое дэ, что же за сила такая благородная, да, мы говорили уже, да, и Сергей сам говорил, что человек состоит из нервов, да, благодаря тому, что мы исследовали то, что тело человека и все его реакции, все его движения, это абсолютное отражение того, что происходит в голове, то есть нет ни одной клетки в теле, которая бы не отражала работу каких-то там клеточек мозга, действий мозга, это первый момент. На этом основывается вот этот раздел, направление, которое было разработано, синхронизация. Вот, а сейчас вернемся немножечко к цигуну, к понятию дэ. Значит, мы с вами вдыхаем, мы с вами дышим. Один раз мне товарищ говорил, он занимался скалолазом, занимается, слава богу, вот, и он говорит, представляешь, я лезу, 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 и вдруг понимаешь, что у меня нет сил двигаться, нет, вот, нету сил двигаться, потом я просто щелк, и я замечаю, что я не дышу. Я не дышу, я начинаю дышать, через три вдоха я понимаю, что у меня появились силы, я долезаю до верши. Вот. Значит, изучая цигун, я могу вам сказать, что то, как циг движется в организме, и как она регулируется вот этой мистической силой йи, о ней сегодня пока не буду говорить, она участвует в системе синхронизации, чуть-чуть мы ее коснемся, но как циг движется в организме, и как организм получает определенные нагрузки и действия, да, какие-то встречные удары, это же все волны. Так вот эта циг, циркулирующая в организме при определенных упражнениях, она начинает формировать стоячие волны. Сила, дэ, то есть вот этот магнетизм, магнитная сила, магнитное поле, дэ. И, собственно, то, что мы щупаем наш организм, мы можем ударить его или почувствовать упругость его. Что это за упругость? Это не атомы, это магнитные поля, которые держат эти атомы, и сам атом состоит тоже из пустоты, то есть из магнитных связей. Поэтому мы материю не найдем, но очень интересно работать вот с тем, что мы можем пощупать, чем мы можем управлять, видеть, да, и как-то усиливать, менять параметры, вот того, что мы можем почувствовать, пощупать. Собственно, к этому я пришел тоже не потому, что все было хорошо, и было время подумать, посидеть. Были травмы, спортивные травмы, всякие травмы, всякие болезни, всякие такие, которые заставили работать на поиск. На поиск, из чего состоит человек, что за внутренняя природа у него есть, и как ее формировать. Ну, для пары слов еще, значит, тело человека, ну, в Будоке все прекрасно знают, тело человека это механизм, который нужно выстраивать очень четко, выверенно. Внутренняя природа, человеческий дух, его сущностная природа, это тоже определенная структура, ее тоже очень четко нужно выбереть, очень четко выстроить из благородных качеств определенных, чтобы в ней не было ничего лишнего, чтобы она не была слишком тяжелая и была достаточно манебренная, чистая, ну, и соответствующая целям и задачам. Ну, и чуть-чуть цели задачи. Мы можем убивать, мы можем защищаться из-за того, что боимся или хотим победы над кем-то, но так или иначе мы с вами приходим к тому, что мы художники. Мы создаем тело, мы создаем свою внутреннюю природу, делаем и учимся, и хотим сделать ее в совершенстве, то есть хотим мастерски сделать, и тело, и дух сделать на очень высоких уровнях. Если эту работу сделать и на полпути бросить, оно того не стоит, правильно же? Поэтому сейчас я предлагаю вам, и в частности людям, у кого есть какие-то травмы с коленками, там еще какие-то там травмы, подумайте о том, что ЦИ определенным образом перестало двигаться в организме, нарушились какие-то пути или блоки появились, и если улучшить движение этой ЦИ, установить, да, и при определенных упражнениях, которые мы сейчас сделаем, можно накопить опять те фрагменты сил Д, вот структурных магнитных полей, которых не хватает, которые либо провисли, да, ослабли, либо как-то потекла энергия в другое место. Я понятно объяснил? Понятно. То есть вот над этой конструкцией, над этой структурой магнитных полей и поработаем как раз с ног и начнем. Занимайте удобные места, чтобы вы могли не задеть друг друга, распределяйтесь, пожалуйста. Значит, ну, сначала первый кусок партии я вам покажу, чтобы мы чуть-чуть дыхалочку поставили. Стали удобно, шею вытянули, поясничку вытянули, таз подобрали, колени чуть-чуть присогнули. Тело не должно быть напряжено. Очень глубокое дыхание, и прям пронаблюдать, как мы чувствуем, как воздух проникает в легкие, смешивается с кровью, и кто-то может даже почувствовать, как эта энергия дыхания проникает в кости, то есть кости начинают зудеть, щекотаться, если обратить на их внимание. Поехали. Вдох. Выдох. При таком положении немножко натягиваются сухожильные каналы, меридианы, которые, кстати, в ката прекрасно прорабатываются. Вдох, грудь, парадоксальное дыхание, грудь подняли, живот втянули, выдох, живот опустили, прям брюху тянули. Вдох. Выдох. Шею тянем. Вдох. Выдох. Отлично. Немножко пронаблюдали, да, такой медитативный процесс? Хорошо, теперь следующее. Уже мы сделали первое упражнение, сделаем теперь восьмое упражнение. Значит, мы встаем удобно. Ну, прошел ли никто смотрел, видели там камушки, да, которые уже куда-то прогнулись камни от времени, когда в них топали. Что же они делают-то? Вот, ставим левую руку, на левой ноге будем стоять и пружинить, левую руку ставим перед собой. Правую руку кладем по середине. Удар производится естественной массой. То есть мы специально не бьем, роняем руку. Вот таким образом. И с этой же стороны нога, она поднимается и удобно топает. То есть мы не бьем вот так. То есть мы не делаем никаких ударов. Мы поднимаем всю массу и ее бросаем. Задача какая? Представляете, барабан. Барабан, по которому бьют. Если мы ударили и прижали его, он не гудит. Ударили и дать ему погудеть, чтобы вот эта энергия залудела, насытила. И наблюдаем за костями. Какие ощущения, щекотка, гудение внутри появляется. Дыхание. И тут же вдыхай. Что может позволить, тебе посильнее можно. А теперь просто замерли, просто резко замерли и слушаем. Как чувствует себя правая сторона, левая сторона? Костик, правая сторона, левая сторона. Ощущения разные? Да, разные. Конечно. Дышим, теперь дышим. И наблюдаем, как эта накопленная энергия начинает благодаря дыханию двигаться по костям. К стопе, вверх, к стопе. Такой массаж внутри кости. Хорошо. Теперь мы перекидываем внимание на другую сторону и левую ногу выравниваем. Стоим, слушаем. Кости рук, кости ног можно почувствовать. И подышать. Хорошо. Есть эффект. Есть эффект. Отлично. Отлично. Ну и следующее упражнение очень хорошо для техники ног, для ударов ног, для правильной техники ног. И снизить травматизм, возможный травматизм во время тренировок или во время соревнований. То есть, если такими ногами вы будете работать, вы будете и более аккуратно работать. И в то же время, ударившись даже в локоточек, ваша нога будет насыщенной энергией и будет сохранять свою форму без травматизма. Ну, как бы все это на практике, на себе. Вот. Значит, встаем. Тоже очень удобно. Вы можете вот так. Я бочком, чтобы было понятно. Значит, техника называется рыбий хвост. Можно на кулачки встать. Очень удобно кладем ногу. Самое главное, чтобы нога лежала совершенно удобно. Физиологично, да, у каждого суставчик так позволяет, так. Значит, можно повернуть, бочком немножечко наклониться. Главное, чтобы было удобно, комфортно. И потихонечку вы начинаете шмякать всей голенью. Ни в коем случае не отдельно колено, потом нога. А либо вся голень, либо поначалу хотя бы только стопа. Вот. Она расслаблена. Сейчас, минуточку. Я, конечно, сильно начал делать. Но можно по чуть-чуть, понемножку, понемножку, понемножку. И наблюдать, как вот этот ци превращается в д. То есть, самое главное, ци, которую вы вдыхаете с этими упаковочными дыханиями, чтобы она вошла много прям в тело. Самое главное, в кости. Очень важный момент. Ци, когда входит, можно при неправильных действиях эту ци обогреть, короче, пространством. И она в кости не войдет. А очень важно, чтобы она вошла в кости. То есть, прямо целеустремленно, аккуратно, методично выполнять эти действия. Ну, давайте другую ногу. Встали, повернулись, положили удобно. И потихонечку массаж. Хорошо. Так. Сейчас мы немножечко коснемся другой темы. Мы проговорили про ЦИД, про накопление упругой силы. Но без гидродинамики невозможно. Опять же, мы говорим, что человек состоит здесь из нервов, да? Мозг. То есть, наша кожа, это продолжение можно. Кора мозга такая, выросшая. Вот. Но то же самое можно сказать, что весь организм состоит из воды. Ну, жидкий весь. 90-85 процентов, это не если там, прям скрупулезно, там, дотошно. Ну, вода, вода есть вода. Вот. Поэтому, смотрите, мы побили сейчас ноги. Вот сейчас встаньте, почувствуете их немножко. И сейчас посмотрите тренинг, какой будет происходить. Мы берем, вот, кстати, это упражнение после сильного срыва колена. Мне помогло так, что я издал пешком сам домой, Даша. Вот. Вот как раз с гидродинамикой. Мы кидаем ногу свободно, руки для баланса. Тоже можно почувствовать, как и руки наполняются. Кидаем ножку вперед, а назад чиркаем. А вперед не задеваем, чтобы носком случайно не задеть, не травмировать. Значит, сверху, назад, сверху, назад. И тоже вдыхаем. Хорошо, вот сейчас встали, сравнили. Правая и левая нога. Состояние сосудов разное. Наполненность, насыщенность разная совершенно. И если вы на тренировке, значит, мы делаем второй подход. Эту же ногу опять встаем. Ну, давайте, чуть-чуть. Встали и немножко. Удар должен быть мокрый. Мокрый. То есть комфортное состояние плашмя. Как будто по воде. Я вот на море летом езжу по воде. И руками, и ногами это очень сильно помогает почувствовать. Вот сейчас мы встали. Еще один разочек. Эту же ногу, которую побили. Хорошо. Ну, вот немножечко достаточно. Уже мы чувствуем качество сосудов. Насыщенность, наполненность. И, соответственно, суставы. Значит, с этой техникой мы завершаем. Еще одну. Да, сделаем. Хорошо. Ну, и теперь, значит, про гидродинамику чуть заикнулся. Про цигун заикнулся. И теперь немножко нейродинамика. То есть, опять же, целый раздел пришлось создавать, исследовать. Это не для того, чтобы побеждать, а для того, чтобы, ну, просто какой-то исследовательский такой интерес был. Вот. И работаем, значит, над синхронизацией. Человек, тело все-таки состоит из воды. Но сам человек, сам человек, а где мы найдем его дух? То есть, мы говорим, тело хорошо. Тело умрет, дальше чего? Вот. Дух, а где он? Пузырь. Пузырь. А где он? Чего он? Пузырь здесь. Нет, прекрасно мы можем увидеть это в обиходе. Сейчас, вот прям в семью минуту. Вот. Смотрите, как ведет себя наше внимание, такого качества наш дух. Вот. И когда мы работаем на синхронизации, прекраснейшее упражнение, которое поможет и в спортивных методиках, и вообще в таких медитативных методиках очень сильных. То есть, дух становится очень глубоким, очень сильным, он объемным становится, объективным. Значит, смотрите. Чаще всего мы берем одну точку внимания, две точки внимания, заранее заученную ситуацию, заранее заученную комбинацию, и ее выдаем сообразно оценке оценочной базы данных. То есть, мы видим человека, его оцениваем, и к нему какую-то комбинацию ду-ду-ду подбираем. Вот. А сейчас я вам предлагаю, очень быстренько, предлагаю увеличить количество точек внимания. Сначала на простых упражнениях, детские совершенно упражнения, а потом сделаем боевые упражнения. Поехали. Сначала мы гладим голову, очень простейшее упражнение, да, гладим голову, и буквально мы пронизываем своим сознанием качество этой работы. Живот хлопаем. И сохранить качество этих двух задач. Про дыхание забыли, а теперь третья задача, глубокое дыхание. Поменяли руки. Хорошо, дальше, еще одно упражнение. Руки вперед вращаются, назад вращаются, однотипное движение, а теперь навстречу друг к другу вращаются. Медленно. Полностью осознавая, как правую руку, так и левую, полностью осознавая все их действия. То есть, присутствуя в каждом движении. И в другую сторону. Так, у кого получилось? Навстречу, руки, навстречу друг к другу. Навстречу. Ну, это домашнее задание. Хорошо, домашнее задание. Так, дальше. Вань сам, быстренько ко мне. Так, ну теперь, значит, синхронизация. Руки, руки, руки. Синхронизация нескольких точек внимания. Ну, тут же и гидродинамика идет. Значит, мы с вами следим. Самое главное, чтобы несколько точек внимания было. Есть с утра сердца. Пробуди свой ум, нигде его не останавливай. То есть, ум не в одной точке бегает туда-сюда. Он везде. Да? И вот мы встаем в исходную позицию. Мы полностью осознаем ощущение колен, стоп, локтей и кистей рук. Вы можете вытянуть пальцы на прячьих, вы можете их сжать в кулак. Абсолютно выдвигаем, не по очереди, а одновременно выдвигаем все. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Макушка, таз, поясница. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Вот смотрите, все эти точки внимания. Задача поставить их на определенный вектор, включить дыхание. Чтобы ни одна точка внимания не остановилась и не бежала. Пробуем, попаром встали. Раз, ребята, стержень это дыхание. Это первое. Второй момент. Второй момент. Когда мы сейшан делаем ката, надо постараться каждую мышцу почувствовать. Все мышцы, какие есть в теле и даже внутри, все их включить в работу. Чтобы наше сознание было абсолютно связано, чтобы мозг наш был абсолютно связан с каждой клеткой тела. И здесь то же самое. Обратите внимание. Руки бросаете. Вот у вас идет положение. Движение рук поступательно. Очень похоже. Почему я говорю стрельба из лука? Если мы опустим стрелу или позволим ей упасть вниз, она уже в цель не полетит. Или полетит в товарища. Понимаете, да? Поэтому вот здесь вот у нас вектор очень четкий, как паровоз. Раз. Очень четкие руки делают такое же движение во время движения ног. Два. Три. И обратно точно такое же рекламентированное движение. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И только если вы эту конструкцию сможете сохранить, вы позволяете себе ускориться. И абсолютная середина. Вот это понятие середины. Что в киндо, что в стрельбе из лука, в кюдо, что в карате, что в айкидо. Понятие центральной линии. Пожалуйста, попробуйте еще. Спасибо вам за внимание. Спасибо.